Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы разберем, как правильно выбрать сушильный аппарат для овощей и фруктов. Мы разберем несколько очень важных аспектов. Разберем на примере также моей сушильной машины. Я специально не говорю марку и производителя, потому что при выборе сушильного аппарата это совершенно не важно, так как все аспекты касаются каждой торговой марки, каждого сушильного аппарата, который вы хотите приобрести. Итак, начнем. Первое. Первое, это вам нужно определиться, для каких целей вам нужна сушильная машина. Казалось бы, смешной вопрос или странный, для чего же нужна сушильная машина, но я имею в виду вот что. Вы хотите пользоваться ею дома, для ваших родных, близких, для ваших друзей, или же вы хотите в перспективе делать на этом бизнес. То есть бизнес на сушке чипсов, фруктовых чипсов, снеков, рыбы, мяса, трав и так далее. Все ограничивается только вашей фантазией. Второй аспект, который мы разберем сегодня. Обратите, пожалуйста, внимание на мощность. Почему? Потому что сушильный аппарат мощностью 500 Вт и сушильный аппарат мощностью 1000 Вт, это совершенно разные сушильные машины. Естественно, 500 Вт вам хватит, если вы будете готовить только для ваших домашних. Машина прекрасно справится со своей задачей, если вам, допустим, у вас есть сад, огород или дача, и вам нужно утилизировать фрукты, овощи и что-то там с ними сделать. Всегда сушильный аппарат мощностью 500 Вт, это ваша машинка замечательно. Но если вы хотите делать также пастилу, если вы хотите сушить мясо, рыбу, даже для своих домашних, то лучше выбирать машину мощностью 1000 Вт. Тогда вы точно 100% будете знать, что ваша продукция будет очень качественной. Третий момент. Третий момент, мы поговорим об экономии. В данном вопросе это лично мое субъективное мнение, но я считаю, что экономия это страшная штука. Потому что, если вы будете очень сильно экономить при выборе сушильной машины, это сыграет не вашу пользу в дальнейшем. Почему? Разберем. Во-первых, качество пластика. Если пластик будет некачественный, он быстро выйдет из строя. И время эксплуатации будет у вас очень короткое, в вашей сушильной машинке. Второе. Качество высушивания овощей и фруктов. Во-первых, вам нужно будет больше времени для сушки тех или иных овощей и фруктов. И нет гарантии, иногда бывает такое, что эти овощи или фрукты, в них заводится плесень. А этого нам никак нельзя допустить. Поэтому эти моменты нужно обязательно учитывать. Потом деформация. К сушильным аппаратам идут, сейчас буквально кратко покажу, немножечко. Идут вот такие вот листы для пастилы, пластиковые. И если вы купите сушильную машинку из плохого пластика, первое, это будет запах. Ну, в этой машинке вообще, в этом пластике запаха вообще никакого нет. Но может быть запах в некачественных или там недорогих сушильных аппаратах. И также они могут деформироваться по прошествию там даже месяц, два, три, полгода. Поэтому, пожалуйста, думайте, выбирайте. Так, дальше. Четвертый аспект. Поговорим о количестве поддонов. Моя сушилка состоит из 10 поддонов. Я себе докупила поддоны, поскольку семья большая, много друзей, знакомых, для которых хочется готовить вкусности. Вообще в комплекте к любой сушилке на 500 ватт или на 1000 идет 5 поддонов. Пять поддонов, один лист для пастилы, который я вам уже показала, и один сетчатый лист. Сетчатый лист нам нужен для того, чтобы сушить мелкие овощи, фрукты и также ягоды. А может быть даже травы, если вы хотите травы либо для суповых заготовок, или же для всевозможного чая. В общем, идет одна такая, одна такая. Это идет в наборе. Все остальное нужно будет докупать. Я докупила, стоит это недорого. В любом супермаркете, или на фирме, или в онлайн магазинах, где вы будете это заказывать, всегда существует такая опция. Можно докупить все, что вам необходимо. Ну и, конечно же, пятое, это простота использования. Это очень важно. Простота использования, это то, что пришел, закинул фрукты, или там сделал пастилу, нажал на кнопочку и пошел по своим делам. Сейчас я вам покажу, как устроена моя сушильная машина. В этом аппарате существует кнопка пуска, температура, температура колеблется от 30 до 75 градусов и, конечно же, время. И уже восстанавливать, какое время вам нужно. До двух суток вы можете устанавливать время и температуру. Все, вот на этом вся простота заканчивается. Для меня это очень важно. Итак, это видео было коротким. На сегодня это все. Я надеюсь, что я вам чем-то помогла при выборе сушильного аппарата. Я вам желаю удачи при выборе вашего сушильного аппарата. Ну и, конечно же, если у вас есть вопросы, или вы хотите поделиться опытом, пишите, пожалуйста, комментарии. Мне будет очень приятно получить от вас обратную связь. А я с вами прощаюсь. Всегда с теплотой. Ваши Snacks von K.